Я приехала сюда с температурой, и, конечно, я по профессии врач. И у меня, конечно, не было коронавируса, потому что я перед этим обследовалась, обследовалась для себя. И, тем не менее, никто не побоялся, приходили, спрашивали, обеспечили меня лекарствами. Я болею сахарным диабетом. Спросили, не нужен ли мне инсулин, который у меня, один флакончик заканчивается, меня обеспечили инсулином на первое время. Я просто до слез тронута той заботой, которую проявляет молдавский народ. Мы надеемся, что мы вернемся в наш Херсон, и он будет нашим, будет украинским. Нам объявили в 5 часов утра о том, что началась война. У нас были собраны чемоданы с документами и уехали. Наш путь был долгим. Мы ехали 12 часов, потому что маленькие дети, мы старались обходить те опасные зоны, где могли начать бомбить. Поэтому мы ехали почти 12 часов, даже больше. Вы знаете, трудно сказать, что мы почувствовали. Наверное, скорее, больше недоумений, удивлений. Мы до сих пор не можем понять, почему, что с Украиной, что сделала плохого Украина. Только доброту. Только доброту и заботу молдавского народа настолько, что в первые три дня я просто плакала от того, что для нас делают люди просто. Приезжают, предлагают все, что можно, пожалуйста, от предметов первой необходимости до всего, что хочешь. Ну, сложный вопрос. По минимуму, больше не надо, чтобы внуки были накормлены, было тепло. Было где было детей покупать в горячей воде. Я только сижу в ожидании, что все это прекратится, я смогу забрать внуков и поехать домой. Я знаю, что это неправильно. Это несправедливо по отношению к украинцам. Мы, как и весь, все цивилизованные люди на земле, хотят мира. Мира во всем мире.